Хармоник джаз-аркестра. Единственный наш биг-бенд, который играет джаз. Хармоник джаз-аркестра. Продолжаем аплодируем, чтобы они познавились. Удобно в шуме настроить инструменты. У нас полностью демократичный джаз. На эстраде обычно выходят все вперёд, а последним, уже на звуках, выходят руководители. У нас так скромно. Руководитель вышел первым. Это Кирилл Бубякин, руководитель фрес-аркестра. Благодаря демократичному джазу. Друзья, Фил Бунс, напоминаю вам, Альцик Зофорист. Конечно, поклонник Чарли Паркера. Все были тогда поклонниками Чарли Паркера. Но он сумел сделать так, что его голос, несмотря на то, что он происходит из долины Баркера, из такой долины блажерных Баркера, скажем, умел сделать так, чтобы голос его звучал самостоятельно и оставил большой след в истории джаза. И мы очень рады, что есть музыканты, которые стараются сохранить для нас историю и оставить след замечательной мейнстримовской в нашей памяти. Я приглашаю большого энтузиаста вот такой истории израильского нашего гостя Роберта Анчаполовского. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Добрый вечер. Спасибо. Я вот сказал маленькую предысторию. Я здесь был на джазовом фестивале. Когда это было? Это был конец июля, да? Конец июня, начало июля. Мы сыграли также концерт примерно такого же плана. И вот после этого поговорили с Кириллом. Мы решили сделать большое продолжение уже не в 50 минут, а в два отделения. И подумали сделать небольшой тур, может быть, по России. И нам, в принципе, это удалось. Буквально три дня назад мы выступали в Москве. Все вы знаете, что Москва город не очень такой приятный для джазменов. Они думали, что приедет биг-бенд из Санкт-Петербурга. Это провинция. Пришло очень много джазменов. Именно настоящие джазмены, которые кореши джаза, они все пришли, сели на бар, делали вид, что они как бы не интересуются, что происходит на сцене. После того, как мы сыграли несколько композиций, я увидел, что лица у них были уже не такие довольные. А после первого отделения, когда я подошел к музыкантам, они мне сказали, мы не знали, что в Санкт-Петербурге есть такое оркестр, мы думали, что только мы звезды джаза. Посвящение Фила Вудзу Чарли Паркеру. Все знают, что Фил Вудз был большой фанат Фила Чарли Паркера. И когда у него спрашивали, до какой степени он был фанатом, я был до какой степени фанат, что я даже женился на его жене после его смерти, воспитывал двух его детей, и у меня было два его саксофона. Он говорит, когда я разводился, я потерял и его жену, и двух детей, и все эти два саксофона ушли тоже от меня. Следующая композиция, которую мы слегкаем, это посвящение Фила Вудзу, его другу, известному киносаксофонисту Эл Кону, и называется эта композиция Элвин Джи. Элвин Джи. Элвин Джи. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Играет музыка 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 Играет музыка